Мой доклад посвящен теме механизмов древности, тема робота античного мира, я так ее назвал. Многие древние мифы, многие древние описания, которые до нас дошли, или, как сказал бы скорее Андрей Юрьевич Скляров, показания очевидцев, повествуют о том, что именно боги научили людей многим знаниям и наукам. И по большей части именно древнегреческая традиция донесла до нас эти описания. Так, бог Гефест в древнегреческой мифологии – это бог огня, покровитель кузнечного ремесла, изобретений, он же строитель всех зданий на Олимпе, он же изготовитель молний Зевса наряду с циклопами. Гефест, известно, что прожил среди людей 9 лет. Позже Прометей, тот самый Прометей, которого Зевс приковал цепями к скале, и которого каждый день клевал его печень орел, после чего она ночью отрастала, Прометей не только принес людям огонь, по версии одного из мифов, но по другой версии этого же мифа, в другом изложении, правильнее бы так сказать, он научил людей строительству, научил астрономии, математике, медицине, мореплаванию, научил их писать, а также научил узнавать будущее. За эти благодеяния его он как раз-таки и был прикован Зевсом к скале. Сегодня Андрей Жуков рассказывал нам про интересные таблички, на которых нарисованы различные механизмы летающей тарелки из Мексики. Это изображение из Египта, храм Сети Первого. Многие из вас его видели, наверное. Здесь можно видеть вертолет, какое-то некое подобие вертолета. Да, это танк, это может быть подводной лодкой. В этом же храме, в другом месте, есть еще одно изображение с похожими рисунками, с похожими иероглифами. Вопрос в том, могут ли эти изображения быть не просто наложением друг на друга картуши, как утверждают некоторые ученые, или просто быть фантазией нашей, так как мы привыкли видеть в них что-то технологическое, что знакомо для нас, но могут ли эти быть изображения реальным изображением тех механизмов, которые были в древности. И первый вопрос, который задают, как правило, все историки, а где описание? Так вот, описание, оказывается, есть. И описания сохранились именно в древнегреческом эпосе. Гомер в Ильяде и Одиссеи описывает очень много механизмов. Некоторые из них мы бы сегодня назвали роботами. Хотел бы сначала просто остановиться на том, что такое вообще понятие робот. Информация из Википедии. Робот — это автоматическое устройство, которое действует по заранее заложенной программе и получает информацию о положении и состоянии окружающего пространства посредством датчика. Мы привыкли видеть в своем выражении роботов скорее, как, наверное, таких человекоподобных андроидов. Но роботы многочисленные. Это робот-пылесос, роботы, которые заняты на производстве. Это тоже роботы. И роботы, которые могут открывать двери либо делать еще какие-то другие действия. Здесь основное в этом определении то, что робот — это устройство, которое действует по заложенной программе. При этом робот может как иметь связь с оператором, получать от него команды, то есть срочное управление, либо голосовое управление, либо он может действовать полностью автономно в соответствии с заложенной ранее программой. То есть автоматическое управление. И вот что интересно, что слово автомат им пошло как раз-таки от Гомера. Оно очень часто встречается в Илиаде и Одиссеи для описания самостоятельно движущихся машин, которые двигались от внутренней энергии. И описывая эти машины, Гомер часто говорит, что они были как живые. И, соответственно, из тех дошедших до нас на сегодняшний день древних источников, впервые в человеческой истории роботы упоминаются именно в Илиаде Гомера. Гомер пишет об автоматизированных механизмах, он пишет об искусственном интеллекте. Конечно, мы не находим там описание самих двигателей, то есть устройства внутреннего. Но, тем не менее, предполагая их наличие, Гомер описывает более серьезные и более сложные механизмы. Предлагаю начать смотреть на описание этих роботов именно с наиболее укорененной в нашем уме понятия робота как андроида. И андроиды, как мы видим, как мы далее сейчас увидим, действительно существуют в описании Гомера. Кстати говоря, само слово андроид, оно происходит от греческого слова... Я по-древнегречески, к сожалению, не считаю, но на новогреческом мужчина человек звучит как андрос. Антропос. Антропос – это скорее что-то с антропологией связано. В новогреческом языке андрос – это муж. Нет, я не расслышал тогда, извините. Так вот, самый первый робот в истории – это Талос. Талос по одной из версий был создан самим Зевсом, по другой версии – по приказу Зевса либо Дедалом, либо Гефестом, богом огня и железа. Внешне он был похож на огромного человека, с телом из меди. У него была всего одна вена, поддерживающая его жизнь. Начиналась она в плече, заканчивалась на лодыжке, и вместо крови в ней текла расплавленная сталь. На лодыжке были вкручены медные гвозди, которые не позволяли стали выливаться. На монетах, которые были найдены в Минорском дворце, Талос изображен с крыльями, потому как считалось, что он за день мог трижды обрететь крик. Талос был создан для того, чтобы в первую очередь защищать остров Крит от любого нападавшего. Он бросал огромные валуны во вражеские корабли. Если же вражескому кораблю удавалось таки пристать к берегу, то Талос входил в море, его бронзовый корпус нагревался, и корабли просто сгорали дотла. Однако защита города, защита Крита до Талоса была и не единственной задачей. Также Талос трижды облетал Крит, трижды в год облетал Крит, облетал все деревни, неся на своей спине бронзовые плиты с законами, и он, кроме этого, еще проверял соблюдение этих законов. На одной из древнегреческих ваз мы видим смерть Талоса. Слева это монета, о которой я говорил. Талос был одним из трех даров Зевса Европе наряду с двумя другими. Два других подарка были золотая собака, и самонаводящиеся стрелы, точнее колчан со стрелами, которые всегда падали в цель. Известно, что от золотой собаки никто не мог убежать. Но что касается стрел, здесь мне на ум пришла только одна аналогия, что это могут быть самонаводящиеся ракеты. Что это за стрелы, от которых никто не может спастись? Аналогия только одна. Касательно роботов-собак. В Одиссее Гомер пишет, две золотая и серебряные справа и слева стояли. Хитрые работы искусственного бога Ефеста, собаки. Стражами дома любезного Зевсу царя Алкиноя были бессмертны, они и с течением лет не старели. То есть в Одиссея Гомера у нас попадается второе упоминание о возможных роботах-собак. Кроме этого, в Илеаде Гомера мы читаем про роботов-женщин. Так в 18-й книге он пишет, «Золотые служанки вмиг подбежали, подобные девам живым, у которых разум в груди заключен, и голос, и сила которых самым различным трудам обучили бессмертные боги. Под руку взяли владыку служанки». Ну что здесь? Голос разум в груди заключен, и голос, и сила. То есть мы видим, что эти некоторые роботы, андроиды, как мы их можем сейчас назвать, они обладали голосом, они обладали разумом, они могли самостоятельно двигаться, так как под руки взяли владыку служанки. Однако, помимо этого, в Илеаде и Одиссеи Гомера упоминаются и другие интересные механизмы, которые мы можем просто отнести к понятию роботов в принципе, не только андроидов, а просто роботов. Все эти механизмы описаны в 18-й книге Илеады, она называется «Изготовление оружия», она не такая большая, вы можете ее сами прочитать и найдете много чего интересного. Так Гомер, допустим, описывает следующий механизм. «Двадцать треножников вдруг он работал, в утваре поставите к стене своего благолепного дома, он по подножням их золотые колеса устроил. Сами бы собою они приближались к сонам бессмертных, то есть к богам, сами бы собою и в дом возвращались взором на дива. Всем видом, всем они в виде окончены были, одних не приделал хитроизмышленных ручек, готовил и гвоздиковал к ним». То есть на ум мне приходит аналогия некоторых роботов-шпионов, которые могут самостоятельно приезжать на место и затем самостоятельно его покидать. Кроме этого, в той же главе Гомер пишет про автоматические кузнечные мехи, которые помогали его в мастерской расслаблять металл. Опять цитата из Гомера. «Так он сказал и оставил ее, и к мехам обратился. Их на огонь он направил и действовать дал приказание. Сколько их было? Все двадцать мехов задышали в горнила, разнообразничном, сильно огонь раздувавшем дыхание. Те, помогая, когда он спешил, а другие иначе. Как желалось Гефесту, чтобы дело закончить получше». То есть, в своей мастерской мы видим автоматические мехи, которые слушают команды Бога, слушают команды Гефеста и автоматически выполняют свою работу. При этом они функционируют абсолютно автономно и, как я только что сказал из цитаты, они могут самостоятельно менять скорость, работая то быстрее, то медленнее, как того требует техника плавки металла. Кроме этого, автоматические ловушки-капканы, также описанные у Гомера. В Одиссее мы читаем. «Мщение в сердце замыслив, он в кузнице плавку поставил. Крепко свою наковальню уладил на ней и проворно сети сковал из железных, крепчайших, ничем и не разрывных проволок. Хитрый, окончивший труд и готовя арею стыд, он пошел в тот покой, где богатая ложа стояла. Там он сетями своими опутав подножье кровати, их на нее опустил с потолка паутиную тонкой. Были не только невидимы оку людей, но и взором вечных богов неприметны они. Так искусно сковал их». И чуть дальше мы читаем, как на то же ложе уже приходят любовники. «На ложе охотно легла с ним киприда. Малу-помалу он и она усыпились. Вдруг все эти хитрые гефесты работы, упав, их схватили с такой усилой, что не было средства не встать им, не тронуться членам. Скоро они убедились, что бегство для них невозможно». Аналог Капкана. Кроме этого, про что еще пишет Гомер? В «Одиссее» мы читаем. «Чуть до земли прикасаясь ногами, легко совершает путь свой корабль, воздвигая корму, побежал, и пурпурный сзади волной напирая, его многошумное море мчало вперед. Беспрепятственно плыл он, и сокол, быстрейший между пернатами неба, его не догнал бы в полете. Так он стремительно, запрессекая, летел через море». На ум по аналогии приходят какие-то сверхбыстроходные корабли, потому как вряд ли в Древней Греции того времени были корабли, которые умели плавать быстрее, чем сокол. Именно что «вряд ли». Хорошее слово. «Вряд ли», да? «Вряд ли». Кроме этого, еще более интересная деталь, мы также ее читаем в «Одиссее», которая, в отличие от прочих механизмов, которые я говорил, была все-таки сделана людьми. «С волей твоей корабль наш свое направление выбрал. Кормщик не правит в морях кораблем феокийским. Руля мы, нужного каждому судну, на наших судах не имеем. Сами они понимают своих корабельчиков мысли. Сами находят они и жилища людей, и поля их тучно обильные. Быстро они все моря обтекают. Мглой и туманом одетые, нет никогда им боязни вред на волнах претерпеть или от бури в пучи не погибнуть. Вот что, однако, в ребячестве я от отца Навсифоя слышал. Не раз говорил он, что бог Посейдон недоволен нами за то, что развозим мы всех по морям безопасно. Некогда он утверждал, феокийский корабль, проводивший странников в землю его, возвращаемся морем туманным, будет разбит Посейдоном, который высокой горою гряд наш задвинет. Исполнит ли то Посейдон земледержится или не исполнит, пусть будет по воле великого бога. Какие выводы мы можем сделать из этого отрывка? Во-первых, эти феокийские корабли имели вшитую карту земной поверхности, то есть, говоря современным языком, имели встроен навигатор, они не требовали управления, у них даже не было рулежного элемента, они считывали мысли своих рулевых и исполняли их, они быстро обходили все препятствия, они были неуязвимы и они были невидимы. И вот эта вот интересная строка, сами они понимают своих корабельщиков мысли, но в современном языке, в принципе, это можно назвать автопилотом. На данный момент есть такие корабли, которые, конечно же, не обладают полностью автоматическим автопилотом, но, тем не менее, у них есть вшитый искусственный интеллект. Вообще, можно ли верить Гомеру, и если да, то до какой степени? События в Илиаде, они относятся к XIII-XII векам до н.э. Сочинена Илиада была гораздо позже, примерно через два века, то есть X-XV век до н.э. как сейчас считается, она была сочинена. Причем письменность в Илиаде упоминается только один раз. Многие из вас знают про таблички Лениного письма Б, которые были найдены. Там, соответственно, ни о каких механизмах речи нет вообще. Папириус же появляется в Греции лишь в VII веке до н.э. То есть прошло достаточно много времени до того, как Илиада была действительно записана. И вопрос в том, могла ли устная традиция действительно сохранить для нас научное знание. Ответ в принципе могла, так как использовался метр, это устная форма пересказа, которая использовалась аэдами, то есть поэтами, которые передавали из уст в уста Илиаду. Эта форма позволяла не только проще запомнить текст, но и защитить его от искажений. Сейчас я еще буквально пару минут. Хотел бы еще отметить, что вообще, вот мы сейчас, вы слышали, да, многие отрывки из Илиада и Одиссеи. Можете сказать, что все это поэтический замысел. Да, может быть, это действительно так, это действительно может быть поэтическим замыслом, но тем не менее. Эти моменты говорят нам о следующем, что даже во времена Гомера идея автоматических механизмов, она уже была. И она не рассматривается, во-первых, как невозможная, во-вторых, эти механизмы относились к реальным практическим нуждам, а не просто выдуманным каким-то там пронесением от богов. Ну и как-то раз Андрей Жуков говорил, мне запомнилась его цитата, что фантазии на пустом месте не бывает. Фантазия – это черта городского человека. Последний момент, который, может быть, внесет еще более ясности в правду говорит Гомер или нет. Композиты, многие из вас знают, что это материалы, которые несут в себе свойства многих элементов, то есть есть несколько веществ разных по своим свойствам, их объединяют, чтобы получить более новые вещества, которые, как правило, легче и превосходят традиционные материалы по своим механическим свойствам. Так вот, упоминание композитов впервые встречается именно в Леаде Гомера. Это щиты Ахиллеса и Аякса. Эти щиты были описаны столь подробно, что исследователи воссоздали один такой щит и провели эксперименты. Вот щиты Ахиллеса и Аякса были проведены эксперименты, испытания щитов. В качестве метальчика был выбран механический арбалет, установили силу броска, равную силе олимпийскому чемпиону 2000 года. И поразительно, но результат экспериментов в точности повторили описание Гомера. То есть, стрела прошла через все вещества, все слои, застряв в последнем. И погнулась стрела точно так же, как описывал Гомер на кончике. Я сейчас не буду подробно об этом остановиться, потому что нет времени. Но если почитать Гомера, он очень точно описывает, сколько слоев прошла стрела и как именно она погнулась. У меня на этом все. Спасибо. Есть несколько переводов. Жуковский, Вересаев и Гнедич. Жуковский, Вересаев, Гнедич. Он не намного отличается, скажем так. А все, конечно, слабит. Артем, Артем, наиболее явный пример. Это вот роман, в принципе, его подводные лодки, вот было описание всей этой мирной жизни. Это было на то время фантазия. А фактически, им более, вот что же, это роман фактически. Только не обижайтесь. Артем, мы в седьмом классе сделали капитальный с моим одноклассником расклад на основе русских народных сказок. Вы сейчас, товарищ, уже прокачивались вверх, но вы представляете себе? А все остальные, да? Да, и гладь, и вы живёшь, в принципе, если, то вот так, то алгоритм заложен. Да, да, да. Из-за того, что описывались гадминты, это же не следует, но это были не встроенные, не современные. Это могли быть переложения из-за людей, очень худоподобные. Это магическое сознание, вы же не забываете, это полный мысчет, да. Если она была, и была не менее разведа, чем наша, и где всё это было, дальше сделать, ну, сейчас выше устойчивое, сделать, что самолёт не мог, то так же. Подождите, он ещё это не делал. Нет, я не говорю, что гадминты описывают механизмы, которые были... У нас будет время, а сейчас не успеваем. Мы стали выпускать и описывать и отечественные. Спасибо, не успеваем. Все, Артем, большое спасибо. Спасибо вам. Действительно, очень интересный доклад. Всё, как-то смысл. Вот, я выборно выращаю вам готовы. Алексей, больше судьи польского. Отдель.